Привет, меня Сергей зовут. Я на днях сделал вот такой вот скетч и сегодня хочу рассказать вам принципы рисовки и покраса без лайна. Для начала мы обделываем изначальную форму объекта, которую будем красить. В данном случае это лицо, после чего через отправочные маски создаем теневые области. Учитывая, что источник света находится у героини в ладошках. Там якобы какая-то магическая водная жидкость и от нее мы будем отталкиваться. Она источник света снизу. Сверху у нас будут волосы, капюшончик, поэтому лоб у нас находится больше в тени. Затем через параметры умножения делаем добавочные тени, подчеркивая детали. Верхние века на складках и так далее. После чего переходим на ресницы. Хочется сразу закрыть вопрос с глазами. Реснички, глазки, отдельные гайды есть на канале. Сверху акцентируют внимание, не сильно, наверное, хочется. Параметры это умножение для оттенения и яркий и жесткий свет для придачи свечения глазкам. После чего садимся за волосы. Волосы создаются текстурными кистями и далее по локонам немножко оттеняются сверху. То есть выбирается одна палитра такая около бирюзовая и она развивается в последующем. После чего на слой с лицом у нас возвращаются тени от локонов, которые получились. Все-таки волосы это у нас объекты, они отбрасывают тень. После чего садимся за плащ. Плащ хочется затекстурить. Плащ хочется сделать в той же цветовой гамме, чтобы она была такая морская, в приглушенно-голубых и бирюзовых тонах. Единственный акцентный предмет будет это вот пояса и кожа. Ну, получается два акцентных предмета. Волосы сзади создаются точно по такой же методике, что и передние. Единственное, на них теперь можно накинуть тень от плаща на задние волосы, потому что они дальше накидываются еще тень и так далее. Плащ текстурится и более темными текстурами уходит в края, чтобы создать иллюзию, как будто он загибается. Далее через параметр умножения идет тень. Теперь руки. Если шоу, это руки срисованные, точнее срисованные с референса, который я сам сделал, поэтому я считаю это честно. Я не срисовал их с инета. Я их сфотографировал и срисовал. Вот, ну потому что такая позиция рук, ну мое почтение, ребят, это что-то с чем-то. Методика по сути та же самая, но единственное, что через параметр умножения больше идет игра с гранями у кисти, чтобы сделать акцентное отделение пальцев друг от друга, всех складочек и так далее. И также учитываем, что центр ладошек у нас имеется весь в свету, поэтому краешки мы оттеняем особенно. То же самое идет с животом и с руками. Учитывая, что от груди идет тень, вдаль идет тоже тень, легкий рефлекс можно создать для подчеркивания и отделения объектов от оставшихся, после чего плащ. Плащ текстурится, после чего через параметр умножения также затеняется. По сути, одна техника покраса применяется практически везде. Через параметр умножения немножко доигрываются тени, немножко углубляются, утеняются, чтобы были более контрастные, более интересные. То же самое делается и с волосами, и со всеми остальными объектами. Теперь кофта. Кофта имеет водолазочный вырез, мы аккуратненько сейчас все выделяем, подрезаем, чтобы она грамотно ложилась, нигде не заезжала. После чего более мелкой текстуркой идет обкрас. Области, которые закругляются, загибаются по бокам, текстуриваются более сильно. Единственное, не используйте одинаковые текстуры на всех объектах, так как иначе это будет выглядеть достаточно дешево, халтурно и так далее. Если у вас изнанка площадь, то там, конечно, одна текстура используется, так как это один материал. И так каждый объект в идеале со своей текстуркой. По поводу штанишек, это вообще отдельная история, потому что как сделать штанишки было не сильно понятно. Вот эта складочка, самая любопытная, в центре, она должна была быть видна, но вот как-то сделать это грамотно. Короче, очень деликатный момент, очень сложно выделить объект мужского почитания нормальными складочками вот этих бетлджусовских штанишек. Поэтому в дальнейшем, поскольку у нас девушка будет обливаться полностью водичкой, вода перекроет этот самый интимный нюанс. Поэтому пока что мы его игнорируем и идем нарисовать ремни. Ремни это коричневый объект с уникальной текстурой, такой пошарпанный, грязно-кожаный, которые располагаются снизу и весьма в большом объеме. Так как тут два ремня, плюсом будет висеть маска. Поэтому в дальнейшем коричневого объекта надо будет добавить еще и наверх для баланса цвета. Для этого надо будет добавить на руку и небольшие мелкие объекты куда-нибудь. Ремень оттеняется точно так же. Сначала основной цвет, потом текстура, потом через параметр умножения тень с учетом сгиба материала за угол и наслаивание ремня на ремень. По сути это супер простой принцип, который применяется во всех местах одинаково. Единственное, что разница какую вы текстуру подберете, как поработаете с гранями и с краями. Но вот тезисно это очень простой принцип, применимый в большинстве случаев. Поэтому надеюсь он будет для вас полезен. Точно по той же схеме отрисовываем маску и начинаем декорировать девочку. Баланса цвета и занимаясь всей прочей атрибутикой. Точно по той же тактике, что и ремень делаем какую-то повязочку на руку. Немножко поправляем ее через Мэш Трансформейшн. И теперь садимся за эффекты. По сути это должна быть какая-то водная эссенция, которая светится. Но маленький перерыв на дополнительную атрибутику. У меня есть текстурная золотая кисть и я с помощью нее хочу сделать какие-то пуговки, блямбочки и карася на поясе. По сути это такие просто дополнительные атрибуты, которые не сверх будут иметь какого-то значения. Но они прикольно дополняют общую композицию. После всего этого мы садимся за татуировки. Я выбираю текстурную кисть и через параметр умножения, чтобы оно дополняло тень на коже, накладываю их на персонажа. После чего с терочкой подравниваю там, где они не должны заезжать и так далее. Я для удобства своего свожу слои, но это не сильно приветствуется на самом деле, поэтому не рекомендую. Теперь через справочную маску я даю татуировкам текстуру, так как хочется, чтобы они как будто подсвечиваются от всей этой магии и так далее. Как будто она шаманка ядрить. И магет в магию. Поэтому легкие переливы через параметры слоев, работающие на свет, я создаю все эти эффекты. Теперь точно такую же текстуру, но более проработанную, я накладываю на основную эссенцию. Задача дать намек, что это водная стихия, но чтобы это не просто капля летала. Что-то все-таки должно быть мистическое в этой штуке, но и отсылающее к воде. Через параметры яркий и жесткий свет выдаю параметры свечения. Через скрин, то есть экран, можно создать базовое легкое свечение. Оно не как color dodge или glow dodge, оно ничего не перекрывает и удобно ложится. Теперь просто текстурными кистями с водой я обрисовываю водные потоки по спирали. Один с одной стороны и другой с другой, добавляя маленькие капельки брызг на окрестностях. Некоторые объекты, которые капля справа сильно выбивалась своим габаритом, поэтому она заменяется на более маленькую. И через параметр цветность, просто меняем цвет водички под общую композицию. И слегка, через умножение, затеняем с обратной от света стороны. Также, с учетом того, что вода заходит за персонажа, и создаем легкую дымку на фоне. После чего, наш персонаж готов. И нужно вписать его в фон, но это будет тема следующего выпуска. Буквально следующим видосом на канале выйдет, как мы эту девочку будем вписывать в фон, который мы также рисовали с вами относительно недавно. Давайте посмотрим еще раз. Вот то, что у нас получилось сегодня. И вот фон, в который надо будет ее вписать. Пока что это халтурно выглядит так, но это неграмотно и неправильно. И как надо будет сделать, об этом поговорим через несколько дней. Поэтому скоро увидимся. Отдельное спасибо спонсорам канала. Надеюсь, было интересно и познавательно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!